Литературный салон – место, где причудливо и очень грамотно переплетаются направления и стили творчества. Здесь и театральные постановки, и музыкальные номера, и чтение стихотворений. Гости мероприятия, состоявшегося в 25-й Брестской школе, смогли без машины времени совершить перелет в XIX век. Время особого расцвета подобных кружков по интересам для избранных. И, наверное, не случайно, что это происходит именно в канун Дня памяти Александра Сергеевича Пушкина, поскольку именно этот человек является основоположником литературного современного русского языка. И именно он внес огромный вклад в развитие русской литературы. Одна из целей мероприятия – помочь подрастающему поколению найти свой путь к книгам, к литературе. Конечно, век технического прогресса, электронных гаджетов и игр накладывает свой отпечаток на пристрастие и выбор детей и подростков. Однако влияние настоящей вовремя и грамотно подобранной книги на процесс становления личности сложно переоценить. В последнее время наши ученики очень часто проводят много времени в социальных сетях, компьютерам, гаджетам. И мне захотелось их приобщить к художественному чтению, чтобы они снова вернулись и начали читать книги с печатного листа. К слову, участники театральных постановок, ученики 25-й школы уверяют – книги девайс для них знакомый. Пусть и в варианте электронном, но молодежь читает, и появлению такого литературного салона очень рада. Это место встречи единомышленников. Данное мероприятие мне очень нравится, и я, когда услышала то, что есть такая идея о его создании, я, конечно же, согласилась с моим преподавателем, Зухровский инвайон Брачук, и я очень была рада участвовать в этом мероприятии в образе Татьяны Лариной. Я считаю, что это мероприятие очень важное для общего развития, для того, чтобы современные дети начали больше читать, познавать мир. По словам организаторов, подобные встречи будут проводиться и впредь. Литературу вполне заслуженно называют кладовой человеческой мудрости. Умение использовать её потенциал – важная характеристика успешного человека. Чтение книг – процесс, который неминуемо ведёт к развитию. Продолжение следует...